День сменяется ночью, солнышко ливнем, идет черепаха, отдыхает в малых и больших водах. В еде она неприхотлива, все ей на пользу, лягушки, рыбешки, а то и дохлая рыбина. Вот только есть она может, лишь под водой. Идет черепаха, несет в себе к сроку дозревающие яйца, залог вечного круга жизни, чтобы в ночь полнолуния, в последней неделе мая, в том самом месте, где издревле делали кладки черепашьи предки, начать и завершить таинство жизни, свою кладку. Много врагов Вот ворон, если увидит, где отложены яйца, ни одного не оставит. Или барсук, наделенный божественным слухом, благодаря которому знает, что даже под землей творится. Не дай бог услышит, как лопается скорлупа черепашьих яиц, и выползают из них малыши. Всех до одного приезд барсук. А хитрая лиса, а могучий кабан, а волк ненасытный. Но природа дала черепахе не только панцирь защиту, но и долгую жизнь, лет около двухсот. В нашей деревне, например, в одном доме была черепаха. Три поколения сменились, а черепаха все жила. Три поколения сменились, а черепаха. Но вот добралась самка-черепаха до заветного места. Если ошибется, то не более чем на полметра. И не сразу на него на заветное место выходит, а затаившись, ждет своего часа. Вот, она уже здесь. Не торопясь, примеряется, нюхает, приноравливается и начинает копать ямку сантиметров 10 глубиной. Здесь она положит 10-15 яиц. По одному яйцу, поддерживая их задними ногами и хвостом, осторожно опускает на дно ямки свое сокровище, самка-черепаха. Затем она закроет яйца землей, заровняет поверхность, чтоб никто не нашел клада и уйдет навсегда. Черепахи не видят своих детей, а дети не знают родителей. Чудо-передача всего громадного объема навыков бытия не в воспитании, а в них самих. Мать-природа сама вершит круг черепашьей жизни. От температуры окружающей среды зависит пол будущих малышей. Будет выше 30 градусов по Цельсию, вылупится из яиц самки. Будет ниже 28 градусов, выползут из скорлупы только самцы. Встало светлое утро. Прячась от постороннего взгляда, уходит мать-черепаха, уходит по направлению к озеру, откуда пришла. И всюду враги, черепашьи враги. Такой встречи лучше избежать. Субтитры создавал DimaTorzok